21 год назад, 19 августа 1991 года, в тогда еще существующем Советском Союзе случилось ГКЧП, а точнее попытка государственного переворота. Тогда, в те дни, к зданию Белого дома вышли десятки тысяч москвичей для того, чтобы поддержать и защитить законно избранного президента России Бориса Ельцина и нарождающуюся демократию. Сегодня, 21 год спустя, москвичи также пришли к Белому дому, чтобы вспомнить те дни. Ползучая реставрация Советского Союза произошла, но частичная, не стопроцентная. Все-таки мы живем в полусвободной стране. И думаю, что часть населения как бы вспомнила свои холопские, рабские, советские рефлексы, а огромная часть населения, наиболее активная, наиболее продвинутая, с этим согласиться не хочет и не может. Люди смотрят по телевизору, два прихлопа, три притопа и больше ничего не говорят. Все подруги с высшим образованием не хотят. Мы хотим в стабильности. Вот так говорят. ГКЧП пока побеждает, но не навсегда. У меня есть не просто надежда на победу демократии, свободы в России. У меня есть уверенность, что мы победим. Пока ГКЧП берет верх, но это временно. А почему сегодня так мало людей пришло? Их что, не волнует свобода? Вы знаете, я не стал бы мерить значимость этой акции количеством людей. В сентябре людей будет гораздо больше. Реванш ГКЧП состоялся? Хороший вопрос, да. Во всем, что не касается частной собственности, состоялся. А все-таки рыночная экономика существует, и нам, слава богу, есть что купить в магазинах. Но во всем остальном мужики победили пока. А как же это случилось? Как допустили? Ну, мы допустили, сами расслабились. Дали себя обмануть. Решили, что не надо проводить иллюстрацию. Решили, что можно верить в то, что волки окажутся овцами. Они оказались волками. Что теперь делать? Ну, теперь не расслабляться, бороться. И знать, что в следующий раз иллюстрацию надо будет провести обязательно. Я категорический противник иллюстрации. И даже сейчас. И даже сейчас. Я думаю, что такие вещи, для которых создается в иных странах иллюстрация, должны лишаться исключительно в судебном порядке. В 91-м году я, конечно, не участвовала. Но сейчас хотелось бы, может быть, чтобы было не как в 91-м году, но все-таки, чтобы опять этот дух свободы, чтобы мы опять тоже это почувствовали. Нашему поколению тоже нужен такой прорыв. А сейчас вы не чувствуете духа свободы? А, вы же в пятницу видели последний приговор по делу «Пусирает». Вы считаете, что это дух свободы? Я считаю, что нет. И что для этого нужно делать, чтобы снова явился дух свободы? Ой, это очень сложный вопрос, потому что вот уже сколько было митингов, и духа свободы появляется, появляется, появляется. Но как-то пока нет. Ну, нужно что-то делать, а не устоять и не молчать. И ваше поколение готово объединиться и бороться за свободу? Конечно, готово. Народу было мало. От силы человек 500. Зато искренних. Остальные то ли не жились на природе, то ли презрели опостыливших лидеров оппозиции, то ли освободились от памяти. Загадочная русская душа то покорно склоняется перед реальностью, то взрывается внезапным мятежом. Вся русская загадочность души сокрыта в философском мазохизме. Где англичанин восклицает кисми, там русский заклинает не греши. Смесь богохульства с идолопоклонством, ничтожный страх с терпением бунтаря, как первомай с 9 января рождают миф о сговоре масонства, коварстве доморощенных иуд. В России что ни паперть, то ни милость. История все то, что не случилось, а что случилось, отдано под суд. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал Политвестник.